Доброе утро, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики Arum Capital». И с нами сегодня аналитик компании Arum Capital Владислав Воробьев. Владислав, приветствуем вас! Здравствуйте, уважаемые участники! Всем по традиции доброе утро, добрый день, либо же добрый вечер, в зависимости от вашего часового пояса. Рад, что вы с нами. Сегодня у нас пятница 13-ая, а это значит, как ни странно, что ничего плохого не случилось. Вот здесь я уже слышал разговоры, что наступает весна. Походу, вместе с весной наступает еще и криптовесна, но обо всем по порядку. Давайте потихонечку начнем. И, как всегда, для начала скажем несколько важных слов об Arum Capital. Вспомним, что это международный брокер с лицензией от CSEP по номерам 323.17. Также напоминаю, что все ваши сделки всегда перекрываются на реальном рынке. Торговля с Arum Capital 100% на e-book. Детали можно почитать на сайте в регламенте торговли. Ну и также вас ждет целый ряд преимуществ торгуя вместе с нами. Исполнение ордеров только по лучшим ценам, максимально возможные узкие рыночные спреды, полная прозрачность торгового процесса и самое важное в нашей жизни – это отсутствие конфликта интересов между трейдером и брокером. Также напоминаю, что вся представленная нами информация, она по-прежнему носит исключительно прогнозный характер и не является рекомендацией купли или продажи финансовых активов. А доходность в прошлом, как вы наверняка знаете, не гарантирует доходности в будущем. Также напоминаю, что в работе мы с вами продолжаем использовать 30-минутный таймфрейм, то есть основной интервал графика составляет полчаса. Скользящих в средних у нас две штуки, обе экспоненциальные – 12 и 48, и взаимные точки пересечения продолжают давать нам сигналы на покупку и на продажу. Также напоминаю про индикаторы MCD с классическими параметрами 12, 26, 9. Ведь мы с вами занимаемся поиском дивергенций. Как обычно, пример дивергенции на вершине рынка в левой части графика, на дне в центральной части графика. Ну и краешком глаза посматриваем на пересечение нулевой линии. Это является собой классический сигнал смены направления, тенденция. Также напоминаю, что основной упор мы продолжаем делать на графику, уровни, линии, тренды, в том числе и FIBA уровня. FIBA, как всегда, прикладываем на законченные движения и ищем коррекции. 38,2% и 61,8% – традиционно наиболее вероятные коррекционные уровни. Не забываем с вами про всевозможные фигуры. Треугольники, кратные вершины основания, головы и плечи обычные перевернутые, кастрюли, они же блюдца, вымпелы, флаги, клинья, ромбы, прямоугольники и многие другие. Ну и, разумеется, ценовые каналы, они у нас тоже всегда на графиках попадаются и дают хорошие ориентиры для принятия решений. Теперь давайте, как всегда, посмотрим на новостной фон. Я тщетно пытался что-то найти, судя по всему, все уже начали отдыхать. Во всяком случае, из-за планированных событий ничего такого важного на глаз не упало, скажем так, и поэтому сегодня я считаю, что мы без новостей. Вы можете еще раз прошерстить календарь экономический, ну, если что-то найдете, можете использовать. А вот, в основном там выходят какие-то предварительные данные, индикатор потребительского доверия от университета Мичиган, по-моему, по штатам. Ну, в общем, всякая такая ерунда, назовем ее так, которая вряд ли окажет какое-то сильное влияние на рынок. Поэтому в плане новостей, как по мне, сегодня можно расслабиться, разве только что-нибудь форс-мажорное вылезет. Также напоминаю, что у нас с вами по-прежнему наш стандартный любимый торговый набор из валютных пар евро, фунт, йена, франк. Банковские металлы у нас представлены золотом и серебром. Фондовый рынок Dow, S&P, Евросток и ДК. Ну, а что касается энергоносителей, нефть с природным газом нам в помощь. Также напоминаю, что у нас все начинается с евро-доллара, и именно с этой валютной пары мы и начнем. Как вчера и подозревали, добрались мы до отметки 1.23.15. Все логично. Получили коррекцию после сильного роста, практически удара в отметку 1.24. И отработали ширину канала. Как можно видеть, абсолютно разумное решение приняли, что вчера, что позавчера, а фиксации и прибыли. Ну, и я еще раз напомню, что здесь мы получили неплохой профит на отметке 1.23.60. Именно туда переносили стоп-лосс без убыда. Поэтому здесь все прекрасно, роскошно и замечательно. Если кто-то вдруг успел продать и еще и заработать вниз, я, друзья, за вас только рад. Но без меня, что называется. Вот, то есть, когда вчера общались, было уже поздно заходить. На сегодняшний день, конечно же, ничего не делаем. Понятное дело, пятница, выходные впереди, два дня передышки торговые. И сегодня, как видите, все в таком боковике очень узеньком стоит. Никто особенно не торопится никуда идти. Поэтому оставляем все как есть и в рынок не лезем. Британский фунт, наоборот, бьет всяческие новые высоты. Вчерашний откат стал лишь стимулом для дальнейшего роста. Канал мы не отработали. Хорошо, что не заходили на продажу. И на текущем этапе выглядит вся эта картинка вот так. Я пытался здесь какие-то найти новые фигуры. Даже пытался перестраивать старый канал. В итоге ничего хорошего из этого не получается. Выглядит это нетехнично. И в очередной раз можно констатировать, что мы с вами пропустили все это восходящее движение. И, как видите, в рамках нашей аналитики походу не было моментов, когда можно было бы к нему присоединиться. Как-то мы находили все слишком поздно. Ну, может быть, здесь еще накладывается тот момент, что мы общаемся с вами раз в день и делаем обзор. Поэтому, понятное дело, что большую часть времени решения остаются за вами исключительно. Но это тоже дает свой отпечаток. Но в итоге по фунту у нас все тихо и спокойно. Сегодня тоже в рынок не лезем. По мониториям, скорее всего, будет бить новые высоты, учитывая то, какой бодрый темп взял. Франк добрался до верхней границы канала и даже попытался пробить. Опять же, не знаю, покупал ли кто-нибудь из вас или нет. Вчера, когда мы общались, была середина канала. Входить в рынок было поздно. И на текущем этапе, ну, можно лишь констатировать, что цели мы выполнили. Если кто-то из вас заметил в среду вечером канал, да, на этом вполне можно было заработать. Но, опять же, мы застали этот момент уже слишком поздно. По графике все сделали, что могли. Пробой, судя по всему, оказался ложным и не совсем понятно. Мы вернемся в границы канала, либо же останемся топтаться на месте. Если кто-то из вас до сих пор сидит в покупках, две идеи. Либо переносите стоп без убыток куда-то вот как раз на 96.15. Либо просто закрываете сделку, фиксируете результат и радуетесь в пятнице. Варианта два. Доллар-иена. Все-таки стоп-лосс. Как вчера не рассчитывал я на рост, обсуждали мы этот момент. Ну, поздравляю всех, кто купил. В частности, Игорь вчера рассказал, что он покупал. Вот, поздравляю с хорошим прибыльным результатом. Вот, как видите, в рамках моего обзора и прогноза все закончилось стопом. Но бывает, ничего не поделаешь. Напомню, стоп у нас стоял 107.50. Цель была 106.15. Все продолжило двигаться в рамках канала. Пробой границы так и не случился. И все-таки это оказалось отбоем. Что делать сейчас? Ну, если вы в покупках, можно держать дальше. Хотя, опять же, помните, что пятница. Если вы в рынке не были, ну, или получили стоп-лосс, были продажи, сегодня я бы уже входить не стал. Вот это, наверное, самый обидный момент пятницы 13-го. Вот все остальное более-менее. Даже, я бы сказал, хорошо. Но до этих инструментов мы еще доберемся. Золото, как я и подозревал, вернулось к средней линии канала. Я надеюсь, вы так и не купили. То есть я вчера говорил, что не могу объяснить, почему оно будет падать. Но, скорее всего, мы пойдем вниз. Так и оказалось. В итоге это оказался ложный пробой. Так называемый V-образный разворот получился. Вот. То есть все мгновенно произошло. И вот мы уже на середине канала. Я, естественно, тоже не покупал. Занял выжидательную позицию, о чем ни разу не пожалел. В итоге, ну, здесь неплохая экономия на этом стопе произошла. Как известно, непотерянные деньги – это все равно, что заработанное. На текущем этапе у нас, по сути, возврат в канал и топтание около средней линии. Поэтому, понятное дело, что ситуация явно не располагает к принятию новых торговых решений. Лучше просто мониторить и смотреть за происходящим со стороны. Также напоминаю, что по серебру у нас не была выполнена цель по треугольнику. И мы уже буквально возвращаемся в точку открытия. Опять же, если у кого-то были покупки, кто-то пользовался ситуацией, помните, что выходные на носу. И, пожалуй, можно даже закрыть сделку, если покупка была. Ну, какой-то небольшой профит тут будет, очень символический. Но, тем не менее, не стоп. А как мы откроемся в понедельник, бог его знает. Поэтому тут я бы перестраховался. Если кто-то все-таки по серебру успел купить, я бы закрыл сделки. Выходные провел бы без открытых позиций, в частности, по серебру. Сейчас, конечно, тоже ничего делать не надо, если вы сидите вне рынка. Доу. Ну, что-то похожее на восходящий канал, но такое. То есть, это, знаете, скорее от безысходства нарисовано. То есть, хотелось бы видеть здесь что-то конкретное. В итоге ничего конкретного не происходит. Мы стоим вообще в каких-то непонятных диапазонах. Новых фигур практически не возникает. Ну, опять же, я долго мог бы растекаться мыслью по поводу индекса Dow Jones, но делать этого абсолютно не хочется. Разочаровывает в последнее время американский фондовый рынок. Причем так крепко разочаровывает. После хороших сделок, хороших движений мы попали в какую-то, я не знаю, непрогнозируемую серую зону. Ничего здесь не происходит любопытного. Все работает криво-косо. И, не знаю, даже слов нормальных подобрать не могу, чтобы выразить свое негодование по поводу американского фондового рынка. В общем, вкратце, история такая. Конечно же, лучше всего сидеть вне рынка и просто смотреть за происходящим. Далее, S&P. Та же самая история, слегка восходящий канал. И, в принципе, все те же претензии с моей стороны к американскому рынку. Если я имею, конечно, хоть какое-то право их выдвигать. Все тоже, опять же, неопределенное, непонятное, нетехничное. Ну, в общем, все те же эпитеты сюда подходят. И смысла торговать я лично тоже здесь никакого не вижу. Поэтому просто ждем, смотрим, рынок не заходим. Евросток. Тоже, конечно, следует его покритиковать. Несмотря на то, что кое-как обновил максимумы. Но, опять же, нам это вообще ничего не дает. Особенно в пятницу. Спасибо ему большое за это. Вовремя, что называется. Понятное дело, что останемся тоже вне рынка. Будем смотреть за происходящим. И рынок сегодня не полезен. В общем, да, фондовый рынок разочаровывает. Но есть Nikkei. Когда нет ничего хорошего с Америкой и Европой, всегда есть Япония. Я напомню, что мы рассматривали покупки. Цель была 22320, стоп 21560. И потенциальная прибыль где-то от 350 до 700 долларов. Я специально немножечко так отдалился, чтобы показать вам все масштабы этого канала. То есть, как видите, он довольно старый. Он там с 27 марта у нас начал свое развитие. И на текущем этапе лично я жду верхнюю границу. Сижу в покупках, жду результата. Все это, конечно, плавно, медленно. Ежу понятно, что сделка переедет через выходные. То есть, тут вообще никаких шансов, что мы сегодня отработаем. Конечно, не стоит, наверное, так говорить. Всегда какой-то ничтожный процент есть. Но я слабо представляю, что должно произойти, чтобы Nikkei взлетел в 22320 вот прямо за сегодняшний день. Поэтому, думаю, это маловероятный вариант развития событий. И надо настраиваться, что сделка переедет на следующую неделю. В целом, ничего не поменялось. Сидим в рынке, ждем результатов. Скорее всего, к понедельнику скорректируем нашу цель. Она уже стала выше. Ну, канал восходящий все-таки. Поэтому будем двигаться вот так. Это, кстати, приятное свойство восходящих каналов. Да и нисходящих тоже. То есть, всех каналов, которые под углом. С течением времени у нас растет потенциальная прибыль. Потому что граница наша целевая все дальше и дальше от нас. Поэтому, в принципе, чем больше времени займет отработка, тем больше мы с вами можем заработать. Будем верить и надеяться на лучшее. И просто ждать. В рамках правил все делаем. По МСД здесь особо смотреть не на что. Можно сказать, что мы в покупках. По скользящим понятно, что пересечения в канале. Поэтому смысла в них вообще никакого нет. Далее. Нефть. Вот, собственно говоря, и та коррекция, которую я ждал. Правда, как вы помните, ждал я ее раньше, еще в среду. Но она соизволила появиться в четверг. Да, мы скорректировались. Упали так существенно. Ну, с 73 долларов на 71 практически. То есть, на 2 доллара баррель скорректировался. Грубо. На самом деле, там где-то 1,80. Вот. И сейчас топчемся на месте. Я надеюсь, что вы позакрывали все покупки и радуетесь жизнью тому, что здесь произошло. Ну, а сейчас я бы делать ничего не стал. Подозреваю, что среди вас есть те, кто продавал нефть. Ну, у вас сейчас ориентир может быть в районе отметки 70-60. То есть, если вы в продажах и ждете, что разворот все же будет, ну, как минимум до трендовой линии. Но, опять же, я весьма настороженно сейчас отношусь к продажам нефти. Мы можем выстрелить снова наверх. Поэтому тут возможны варианты. И, как по мне, смысла входить в рынок здесь сейчас нет никакого. Ну, и газ. По газу тоже получили стоп. Не знаю, покупали вы или нет после этого. Но если покупали, как и говорили, отметка 2,75 где-то ваш ориентир. Стоп здесь настолько маленький, что о нем даже, ну, смешно просто говорить. Что был, что не было, называется. Но сам факт, что цели не выполнили. Если вы в покупках ждите, правда, опять же, не ждите, что 2,75 будет сегодня. Это крайне маловероятно. Если купили, то сделка переедет через выходные, как минимум. Если не купили, ну, не знаю, я бы сегодня в рынок не полез. Опять же, пятница. По скользящим покупке, по MACD, в принципе, покупки. Вот. Ну и все. Что здесь еще скажешь. Снова наши любимые бонусы. Ну что, друзья, весна на крипторынке, весна за окном, весна везде. Давайте смотреть. Ну, эфир. Красавец. Поздравляю всех, кто ждал и дождался. Вот. У меня по эфиру покупок так и не было. Я больше радуюсь за долгосрочный портфель, который, ну, реально лежит на криптокошельках. Что все начало отрастать. Здесь самое время тем, кто холдит, порадоваться, что наконец-то мы получили серьезное движение вперед. Вообще, на самом деле, достаточно существенно. За неделю с 350 долларов до 500 мы отмахали. То есть, грубо говоря, на 30 с лишним процентов. Это как бы неплохо. Почти на 40. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Как будут развиваться события. Впрыгивать в уходящий поезд настоятельно не рекомендую. Только если вы купили на пробое канала, например, можно сегодня рассмотреть фиксацию прибыли. Но никак не впрыгивать в рынок там прямо сейчас. То есть, это лучше не делать в данный момент времени. Поэтому, как по мне, здесь история такая. Оставаться вне рынка, если не было сделок, если были покупки, рассматривать вариант фиксации прибыли и результата сегодня. Конечно, больше всего жару дал биткоин. Давайте смотреть на эти полеты во сне и наяву. Здесь буквально все случилось за полчаса. Тысячу долларов в плюс. Пробитый канал. Особенно мы откатываться не торопимся. Судя по всему, пойдем его отрабатывать. А это где-то 8,5-8,6. Вот. Не знаю, кто такой крупный и смелый закупился. Но скажем ему спасибо за это. В общем, кто бы это ни был из крупных игроков, он молодец. Дал импульс всему рынку весьма существенный. Ну, посмотрим. На самом деле, там слишком сильно радоваться не надо, что прям падение закончилось. И теперь все будет хорошо. И все мы будем жить долго и счастливо. И умрем в один день. Вот. Об этом пока что думать рано. Но некие положительные моменты уже имеются. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Опять же, кто был вне рынка, я так понимаю, большинство, включая меня, мы просто мониторим эту ситуацию. Присоединяться к движению поздно. Кто успел войти, хотя я сильно сомневаюсь, что на такой свече можно было успеть войти, только если заранее были покупки, я могу за вас только порадоваться. Рекомендации для тех, кто в покупках, перенести стоп без убыток где-то по верхней границе канала, ну, грубо говоря, 7500, 7480, где-то вот здесь. И дальше ждать продолжения банкета. В любом случае, вы ничем не рискуете и спокойно дожидаетесь дальнейшего роста. Меня, на самом деле, больше всего порадовал Zcash. Ну, наверное, это логично. Сделка-то есть только по нему из криптовалют. Ну, точнее, была. Я напомню, что мы цели с вами в потенциальную прибыль от 350 до 700, и это была отметка 194. Поскольку у меня есть хорошая привычка не ставить тейк-профиты, я, естественно, не прозевал пробой канала вверх, очень порадовался этому, сделку закрывать не стал, и в итоге зафиксился по отметке 210.94. Специально для вас отметил. На самом деле, там цель была чуть-чуть повыше, но я решил, как говорится, не рисковать. В итоге ширина канала взята, отработка тоже взята. У вас могло быть примерно так же, потому что я с трудом представляю, как во время вот этого получасового полета вверх можно было успеть зафиксировать по 194. Это маловероятно. Ну, и опять же, если вы тоже не ставите профиты, вероятность, что вы заработали в два раза больше, очень высока. Поэтому Zcash большое спасибо. Лично у меня результат двойной. И ширина канала, и ширина, приложенная в точку пробоя. Я надеюсь, что у вас так же. Максимальная прибыль, которую здесь можно было получить за три дня, где-то до 1400 долларов. Опять же, при размере вашего депозита от 10 тысяч и более. Также напомню, что первая цифра – это 5% загрузки капитала, вторая цифра – это 10% загрузки капитала. Именно исходя из этого рассчитываю потенциальный результат. Вот. Что делать сейчас? Ну, учитывая то, что мы продолжаем расти, конечно, хотелось бы верить, что среди вас остались те, кто до сих пор покупает. Это очень классно было бы на самом деле. И я за вас радовался бы вдвойне. Если среди вас такие есть, держите эту сделку, сопровождайте дальше, подтягивайте стопы, ну, сейчас где-то в район 215. И ждите дальнейшего развития событий. Если вы тоже вне рынка, я бы сейчас присоединяться к движению настоятельно не рекомендовал. Результат отличный. С лихвой перекрывает наши два стопа. Ну, стоп по газу я вообще не считаю. Там самый страшный стоп был на доллар-иене. По газу там просто смешно. Там от 50 до 100 долларов, наверное. Это в худшем случае. Скорее всего, даже меньше. Вот. Поэтому здесь, как говорится, результат просто прекрасный. Ну что, как всегда, под конец нашего мероприятия хочу напомнить, что вся информация, которую мы рассматриваем, по-прежнему носит исключительно прогнозный характер и не является рекомендацией купли или продаж финансовых активов. А доходность в прошлом, как обычно, не гарантирует доходности в будущем. Также напоминаю, что на сайте Arm Capital вы можете зарегистрировать свой счет и приступать к торговле уже сегодня. В вашем распоряжении чуть более 90 торговых инструментов. И также познакомьтесь с регламентом торговли на сайте. Все детали по ссылке, которую вы увидите на слайде ruarmcapital.eu. Также я напоминаю, что у нас сегодня пятница, значит, впереди два дня отдыха. Ну, кроме тех трейдеров, кто торгует криптовалютами, мы с вами, скорее всего, отдыхать не будем. Как видите, все очень интересно и особенно любопытно, будет ли на этих выходных продолжение сильного роста. Я подозреваю, что такая вероятность есть и буду внимательно следить за рынком, что и вам рекомендую делать. Потому что всегда может появиться возможность присоединиться в любой момент. Встречаемся же мы с вами 16 числа. Это понедельник, как обычно, что называется, на том же месте в тот же час. Вот. И я с вами, конечно, ни в коем случае не прощаюсь. От души желаю вам побольше прибыльных сделок и поменьше убыточных. Также желаю хорошо вам провести выходные и заработать на криптовалюсе в обязательном порядке. Если у вас остались какие-то вопросы, я в чате. Буду на них с удовольствием отвечать. Ну, а пока что делаем маленькую паузу. Хорошо. Спасибо большое, Владислав, за ваш обзор. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы в чате. У меня вопрос. Владислав, вы сами как предполагаете ход дальнейших событий, ну, прежде всего, вокруг Сирии и связано с этим волатильностью? Успокоится ситуация или все-таки будет продолжаться так внутренне? Я, если честно, не знаю, потому что вся эта геополитика, не знаю у кого как. У меня она сидит в печени уже. Да, я, конечно, понимаю, что любые войны начинаются для того, чтобы их как можно дольше не заканчивать, потому что это деньги в первую очередь, только во вторую очередь все остальное. Но, конечно, хотелось бы какого-то спокойствия, чтобы все жили в мире, но, увы, не получается так почему-то. Если кто-то думает, что так не получается только сейчас, то, в принципе, последние там три тысячи лет истории человечества говорят, что вообще никогда не получается. Люди постоянно что-то делят. Я надеюсь, что все успокоится, но подозреваю, что, скорее всего, будет продолжаться. Я понял вас. Ну, для рынка биткоина это, в частности, неплохо. Мы видим, что биток себя ведет очень интересно на этих новостях в последние дни. Поэтому, ну что, если в целом это плохо, то будем стараться, так сказать, получать удовольствие из той части, которая нам приносит доход. Да, но я, если честно, не сильно думаю, что прям вот рывок на биткоине связан с этим. Просто реально хотелось бы посмотреть на того, кто так купил. И, конечно, хотелось бы узнать, каким объемом это было сделано, ну, чтобы, не знаю, немножко позавидовать, что ли, белой завистью. Вот, да, потому что остается только гадать, сколько биткоинов должно быть в наличии, чтобы, в принципе, дернуть рынок на тысячу долларов вверх за полчаса. Это любопытно. Да, да, мы за него рады, за этого человека писать. Нет, вообще, готовы даже разделить эту радость на всех, если он будет не против. Да, да, там есть, что разделить, это точно. Поняли вас, Владислав. Спасибо вам большое за ваш обзор. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Вам, Игорь, также большое спасибо за возможность поделиться своей точкой зрения. Всем, друзья, желаю хороших выходных и отличной торговли криптой, если будете это делать. И увидимся в понедельник. Всем удачи и до встречи. Спасибо. До свидания. Удачи. До свидания. Продолжение следует...